друзья всем привет сегодня мы поговорим о сомиках присосках анциструс тело этих рыбок покрыто костными пластинами за что их еще называют кольчужными самами природе они встречаются в южной америке анциструс один из наиболее частых гостей начинающих аквариумистов ценится сомики прилипала за точно счищает съедают различные водорослевые обрастания с грунта стекла декораций чем облегчают владельцу работу по очистке аквариум существует еще несколько вариантов видов этих самов это анциструс альбинос анциструс золотой красный и звездчатый анцитрус также выведен вид с вуалевыми плавниками размер взрослых особей достигает 13 16 сантиметров самки конечно чуть меньше отличить их достаточно просто на их мордочке как правило отсутствуют усики у самцов наоборот растут усики причем с возрастом становится больше у этих рыб очень примечательно вытянутые губы на которых есть роговидные присоски и округлый нижний рот благодаря своим присоскам рыбы приспособлены к жизни быстротечных водах так как присасываются к корягам и камням на этих присосках есть роговые бугорки которые соскребают с поверхности всякие животные растительности обрастания что является их природным питанием аквариумный сомик анциструс с помощью присоски чистить сёкла и камни внутри аквариума продолжительность жизни составляет до 6 лет иногда при очень хорошем уходе они могут прожить и до 10 лет саму прилипал и замечательно адаптируется к любым параметрам воды от прохладной температуры 17 градусов до теплых 30 градусов от очень мягкой в 2 единицы до 20 единиц жесткости при этом наиболее комфортной будет температура 22-24 градуса жесткость 10 и кислотность 6-7 с половиной ph подмена воды 25 процентов от общего объема еженедельно сомик анциструс питается обрастаниями на стенках аквариума камней коряк тоже листья растений также анциструса кормят ошпаренными листьями крапивы салата мотыль он трубочником личинками насекомых подходят дафни и циклопы и другие черви рыбки можно давать свежие овощи кабачки кусочки огурцов брокколи существует и корма в виде таблеток на основе спирулин которые растворяются в воде и привлекают рыбку своим запахом на дно аквариума между декорацией можно поместить небольшую корягу кусочек дерева которое через время начнет обрастать водорослями и будет случить замечательной подкормкой для самов кормить анциструса следует два раза в сутки 60 процентов суточного рациона сомик анциструсы должны составлять растительный корма сам по себе анциструс это спокойная мирная аквариума я рыбка отлично подходящая для общих аквариумов агрессию может проявлять лишь в некоторых случаях когда у него недостаточно количество пищи в этом случае он может начать охотиться на мелких рыбок либо охраняя потомство способен ужиться даже с буйными циклидами икру анциструсы откладывают во всевозможные укрытия поэтому нужно положить в аквариум разбитую вазу полугий кирпич пластмассовая труба или специальные домики анциструс самец чистит это укрытие своей присоской а самка все время находится рядом когда обе рыбы готовы к нересту самка забирается в укрытие и откладывает гроздь икринок а самец их оплодотворяет икра анциструса небольшая по размеру и диаметр равняется двум трем миллиметрам а ее цвет оранжевый или же ярко-желтый за икринками ухаживает сам самец он бережно охраняет икру и обмахивает его плавниками таким образом к икринкам попадает свежий поток воды богатый кислородом через пять-шесть суток из икринки выклевываются мальки анциструса спустя несколько дней мальки показываются из укрытия дополнительные с хочу сказать интересные факты о сами анциструса в народе сом анциструс называют сом присоска максимальная длина тела сома анциструса зависит от температуры воды чем выше температура тем меньше сомик у анциструсов нет плавательного пузыря в отличие от других рыб поэтому чтобы проплыть некоторое расстояние не сжается предмет ртом присоской рыбкам приходится очень активно работать плавниками при отсутствии самца в аквариуме самка может сменить плавка впрочем это происходит у многих других видов рыбы на этом у меня все всем пока до новых встреч